Житель Наринмара стал жертвой мошенников. На одном из интернет-сайтов потерпевший заказал телефон, но вместо новенького аппарата ему отправили телефон бывшего в употреблении, совершенно другой марки. После вскрытия посылки на почте потерпевший сразу отправился в полицию, где и написал заявление о факте мошенничества. Телефон Валентина Павловского сломался. Не найдя в Наринмаре подходящего ему телефона, решил воспользоваться интернет-сайтом Е-Каталог. Сделав заявку, через некоторое время ему перезвонили и сообщили о том, что телефон будет отправлен в течение пяти дней. Нормального телефона лежит, бэушный, вообще древний, еще и без батареи. Вместо ожидаемого им китайского смартфона за 8300 рублей Валентин получил Nokia 79. Стал перезванивать продавцу, телефон которого, конечно, уже был недоступен. Не теряя времени, он отправился в полицию, где и написал заявление по факту мошенничества. В данном случае, правда, однозначно не первый. Это имеет место не только нашему Ненецкому автономному округу, но и всем территориальным органам. Имеет количество роста такого вида способа совершения преступлений и имеет определенную актуальность. У каждого человека имеется этот гаджет, телефон, популярность, новые виды. Ну и у людей возникают мысли покупать дешевле, лучше, красивее, быстрее и так далее. В связи с этим и мошенники используют данный вид преступления и совершают данный способ технологии преступлений. Вернуть деньги Валентину вряд ли получится. Как отмечают стражи порядка, с начала этого года совершено 15 таких преступлений. По сравнению с прошлым годом, меньше их не стало. Полицейские еще раз призывают граждан быть бдительными, заказывать товар только с проверенных сайтов.